ребята всем привет на связи одессит это значит что настало время выпустить второй ролик на тему проекта догами и сегодня я хотел бы поговорить о белой бумаге которая называется white paper и для того чтобы воспользоваться соответствующим разделом я воспользуюсь дискордом дискорде догами нахожу official links и перехожу по ссылке и так мы находимся на главной странице пропустим вводную часть каждый из вас сможет поставить видео на паузу либо самостоятельно перевести страницы и почитать уже с первых страниц нам дают понять что игра будет увлекательной догами это виртуальный компаньон готовый к игре чтобы заработать деньги геймеры смогут заниматься различными видами деятельностями в петаверс усыновлять играть и зарабатывать соревноваться и общаться главной целью игры является создание лучшей и самой редкой догами каждая из них проходит через разные фазы жизненного цикла щенок взрослый и дух чтобы повысить уровень аватара вам необходимо развивать своего догами и участвовать случайных мини-играх которые соответствуют реальным действиям выполняемым на разных этапах зрелости вашего догами примечательно что проект догами строится на блокчейне тезос и упускает встроенную в игру служебный токен догакоин кто знаком с блокчейном сети эфириум прекрасно знает как дорого обходится транзакции чего не скажешь облегчение тезос стоимость транзакции в сети последнего составляет несколько центов за транзакцию как заверяют разработчики игроки смогут получать награды разными способами одни из них это воспитание своих догами соревнованиями играх разведение догами продажи их на рынке усыновление и обмен редкими догами сельскохозяйственные принадлежности nft которые можно продавать на вторичном рынке участие в различных мероприятиях на благо сети например участие в управлении присмотр за собаками для других игроков по многим пунктам до сих пор нет конкретной информации мы можем лишь догадываться о том что она означает например воспитание своих догами подразумевает под собой по моему скромному мнению активное участие и уход за своим питомцем что в течение дня будет вознаграждено определенным количеством дога коин например пункт присмотра за собаками для других игроков означает что те кто не способен купить свою собственную нфт будет иметь возможность взять его в аренду и разделить награды пополам с владельцем собачки по особенностям можно выделить две группы визуальные и невизуальные глядя на свою собачку конкретно можно будет видеть какая не редкость какой цвет глаз цвет шерсти какой она породы из остальных невидимых это у нас получается личность характеристики собаки такие как живучесть выносливость интеллект дружелюбие послушания атрибуты тела группа собак пол более конкретно по особенностям я хочу рассказать в следующем в третьем выпуске сейчас мы пропустим это тоже поверхностно ознакомимся также мы видим будет предоставлена возможность персонализировать своего догами с помощью аксессуаров и ногти такие как ошейник для собаки шапка что в свою очередь действительно делает его уникальным люди всегда любили выделяться и будут это делать с помощью своих инфти это круто я считаю сейчас выпущено 10 пород на картинках не хватает ротвеллера померанского шпица очень важно понимать что все породы которые сейчас выпущены это альфа generation 10 пород по 800 особей в каждой все они еще раз повторяю альфа отличительной особенностью которых насколько я понимаю будет количество рождаемых щенков и большая вероятность получения наград в соревнованиях на сегодняшний день мы знаем что догами делятся на четыре вида редкости на бронзовый серебряный золото и диамант последнюю свою очередь очень редкие вчера продали собаку на 7500 тезусов что примерно 22 тысячи долларов дополнение характеристикам каждый догами рождается с так называемыми личностями доминирующий и рецессивный индивидуальность догами может передаваться через размножение и полеяет на ваше будущее потомство внизу приведена таблица я с ней хочу тоже ознакомиться позже в третьем выпуске когда буду разбирать конкретно равность и второстепенные качества собак будут они также делиться на группы 7 групп спортинг не спортивная игрушка скотоводство работа гонча терьер например работа считаются рабочими но были созданы чтобы помогать людям в той или иной степени они известны своим внушительным ростом силой интеллектом например немецкий док я себе так представляю что будут разного вида игры в которых приоритет будут иметь те или иные виды собак которые относятся к определенным группам поэтому желательно скорее всего держать несколько nft в распоряжении дальше мы добрались до оценки редкости весьма интересная полезная диаграмма которой можно увидеть почему иногда на рынке бронзовые собачки дороже серебряных здесь мы можем увидеть на примере бронзовых собачек что максимальное значение rarity score может достигать 59 что в свою очередь даже чуть больше чем среднее значение некоторых серебряных также самый золотом иногда некоторые золотые могут быть гораздо ценнее чем те же диамантовые все эти значения складываются в совокупности из многих факторов о которых я поговорю в следующем видео пока что это пропустим следующий раздел это уровень связи с человеком насколько я понял сильно на нем останавливаться не хочу потому что очень все размыто и мало чего понятно одно мы знаем точно что уровень связи является главным элементом игры он и будет определять по сути основной заработок долго коина так называемым уровень связи будет разделяться на несколько уровней каждый уровень несет за собой потенциальное вознаграждение долго коин например первый уровень в течение суток опять же насколько это я понимаю будет возможно заработать 5 долго коинов максимум в день на втором уровне 10 на пятом 25 на десятом 50 так далее здесь приведена диаграмма для стадии взрослого ногами разбирать и сейчас не вижу смысла лучше дождаться выхода игры и не гадать также будут существовать бустеры которые в свою очередь будут повышать возможность зарабатывать максимальное количество долго коин в день например на первом уровне все просто booster 15 зарабатывали 5 заработаем на втором уровне 10 зарабатывали коэффициент бусора 075 на первый взгляд покажется что это ошибка потому что как может быть бустером заработок меньше чем без него ответ простой я задавал вопрос алексу он сказал что разработчики заложена идея того что если хозяин плохой плохо ухаживает за своим ногами во время не кормит не поет не выгуливает коэффициент его привязанности к щенку будет меньше единицы что в итоге дает возможность заработать максимальное количество долга коина в день меньше либо если хозяин внимательно следит учтиво его коэффициент например на пятом уровне может быть два что в свою очередь дает возможность заработать 52 коина в день максимально а кстати мои личные мысли по этому поводу а конкретно по догабан золотая кость я думаю что она будет очень тесно связано с этим критерием так как уже было заявлено она является game changing item то есть предметом который может изменить ход игры возможно это повлияет на вот эти показатели первая встреча с дагами я считаю это предстоящий airdrop doga coin будет выделено 70 миллионов монет что является 7 процентов от общего количества эмиссии doga coin airdrop и будут разделены на 14 месяцев это будут 14 снэпшотов следующий момент забота о вашем догами несколько дней подряд то есть заходите в игру несколько дней подряд и получаете много коины и многое многое другое на статистика догами и механизм распределения эти вещи я хочу тоже более подробно рассмотреть в следующем видео на атрибуты тела разной редкости будут эти атрибуты тела выбираются случайным образом из списка девяти различных атрибутов когда догами превращается и щенка взрослого ему или присваиваться 5 новых атрибутов тела который в свою очередь будут делиться на уровне редкости общий редкий эпический легендарный догами с высоким показателем редкости будет иметь большую вероятность получить редкие атрибуты тела также мы видим приведена таблица вероятности рисования атрибута тела по уровню редкости допустим легендарный атрибут у бронзовой собачки отображен не будет либо тот же легендарный атрибут имеет лишь один процент вероятности быть отрисованным на серебряные собачки я думаю это очень похоже с тем что мы видим сейчас на рынках когда попадаются собаки бронзовой редкости но с очень редким цветом глаз например фиолетовые как упиналось разделе особенности догами и нефти игры с догами обладают несколькими характеристиками которые влияют на еще на голова мы можем выделить три типа аксессуаров расходные материалы например еда лакомство лекарства носимые это вещи например предметы одежды и коллекционные предметы и значки например награды предлагаемые во время мини-игр или при достижении определенного этапа в игре это очень круто можно будет разнообразить наших питомцев мне лично это нравится носимые устройства носимые устройства позволят вам персонализировать своего дагами повысить его редкость очень важно повлиять на его характеристики и что наиболее важно выделиться в это вселенной каждая статья будет связана с физическими слотом на собаке каждый физический слот можно надеть только один предмет точное количество и список слотов будут опубликованы ближайшее время то есть это интересные вещи которые ждут нас впереди что-то гадать не вижу смысла таблица ставим на паузу можно будет поизучать опять же рассуждать не хочу гадать и заводить людей из заблуждения коллекционные предметы и значки коллекционные предметы и значки будут присуждаться игрокам под достижение определенных этапов и во время соревнований некоторые из них будут служить трофеями и помогут игрокам продемонстрировать свои достижения другие откроют доступ к определенным областям в этого раз полный список коллекционных предметов и значков будет опубликован по мере разработки игры то есть много интересной информации все еще впереди ну и дальше общий обзор до гамме вращается вокруг восстановления воспитания похож на там агочи нинтендо pokemon go эволюция да интересно интересная статьям каждый дагами проходит через три разных этапом этап щенка взрослой собаки этап духа повышение уровня вашего дагами достигается путем достижения определенного уровня связи с владельцем да с человеком и достижение определенных этапов первая фаза воспитывайте воспитывайте и тренируйте дагами в общем первая фаза связана с развитием щенка нужно будет играть обучать его базовым навыкам в том числе с помощью дополненной реальности потом она переходит во вторую фазу фазу взрослой жизни значит фаза 2 будет включать функции разведения соревновательные многопользовательские мини-игры изначально вдохновлено реальными собачьими спортом собачьими профессиями то есть мы уже сможем вязать наших собачек участвовать мини-играх соревноваться с другими игроками вплоть до участия в ежегодных олимпийских играх дагами во время которых только лучше собаки будут награждены победителями и на примере других игр могу с уверенностью сказать что в таких вещах топы в лидербордах получают неплохие награды дальше третья фаза это когда ваш ваш инфти уходит в фазу духа фаза 3 достигается после завершения хотя бы одной карьерной дорожки и максимального количества пород здесь подразумевается что карьера раскачана на максимум и ваш инфти больше не имеет возможность размножаться догами фазе духа откроет новые права собственности в пятаверс и будет иметь возможность покупать участки земли и проводить мероприятие по своему выбору получая процент от дохода получено от последнего это очень крутая фишка я сам лично жду этого момента дойти до этой фазы и купить земли так щенячий этап но здесь играйте ухаживайте мойте тамагочи ребят чего особенного более подробно это все можно будет понять когда игра выйдет вот пожалуйста во второй фазе наши собаки смогут получать карьерный рост например быть полицейской собакой фермерской собака йоги тоже реально круто интересно аксессуарами можно будет пользоваться и выделяться из толпы по достижению взрослой фазы вашему догами будет предоставлен специальный значок позволяющему ему или ей войти в питомник у игроков будет возможность выставить своего догами на роль отца и решить с кем скрещиваться я считаю круто интересная фишка получать потомство участвовать в аукционе на щенков и в дальнейшем их продавать либо оставлять себе для дальнейшего развития возможно отдавать в аренду другим игрокам кто не может себе позволить приобрести своего собственного догами в общем функции вероятностей много третья фаза так игроки прошедшие и щенячью взрослую фазу получат награду много догами я физическая форма трансформировалась в новую форму духа догами достигает фазы духа когда они успешно прошли фазу щенков а также фазу взрослых были размножаться более подробная информация фазе духа в ближайшее время да ну на сегодня все что мы знаем это да догами более не могут иметь возможность размножаться достигают пика карьерного роста в таком случае не уходят фазу духа да и открывается возможность покупать земли в петаверс олимпийские игры догами также конкурентоспособны во второй фазе догами планирую представить многопользовательский режим первое предложение называется олимпийские игры догами и представляет собой набор реалистичных собачьих мини-игр то есть все как в реале на интересно будет здорово посоревноваться с другими ребятами возможно целыми клубами ловкость они кросс флайбол три дисциплины да насколько я понимаю дальше сезон размножения и любви функции разведения будут разблокированы только после того как ваш догами достигнет взрослой фазы это мы знаем правило разведения тоже не будем гадать оставите на фаузу ребята почитайте вот важная вещь на поколение альфа будет иметь большее количество пород то есть большее количество потомство поэтому алифы даже бронзовые сейчас все еще дешевые нафте которые в будущем будут стоить дорого аукциона проигравший страна получает выигравшую ставку другого игрока но это все позже им будет конкретно рассказано по выходу игры давайте напоследок глянем что из последних новостей есть значит разыграли 3 долго долго тикет выиграли эти ребята golden ticket это три обычных и нефти которых мы минтили 22 числа дальше алекс говорит что те у кого зависли щенки на ревили течение часа все будет работать то есть на сегодняшний день на момент записи видео уже все должно работать здорово корректно далее статистика по раскрытым щенкам еще 35 диамантовых не найдено бронзовых 1234 серебро золото соответственно нам статистику самостоятельно можно посмотреть по ссылке на момент этого поста в дискорде рекорд продажи собачки был 6900 тезосов сейчас это уже 7500 это примерно 22000 долларов на я говорил уже из последнего и самого свежего у нас есть загадка загадка от лафи из парижа не ответ на которую скорее всего будет назначение golden bone опять же напоминаю что ребят это все тестовые видео я записываю честно говоря не знаю какой формат делать нужно побольше обратной связи свои комментарии пожелания напутствие критику пишите в комментариях да почитаю посмотрю может вообще то что не нужно делать не знаю всем спасибо за внимание и до до встречи до третьего видео в котором я расскажу свое видение на щенков что такое рарити скорт атрибуты и все прочее почему и как люди сейчас покупают их на рынках почему бронзовые стоит 500 почему серебряные иногда продаются за 350 тезосов все всем спасибо пока